Уважаемая владыка, всечестные отцы, уважаемые коллеги, на самом деле сегодняшний день очень торжественный день, на мой взгляд, день Северного округа и в частности очень важный торжественный день для системы образования Северного округа, поскольку сам факт очень значимого подписания договора о сотрудничестве между Северным округом управлением образования и Русской православной церковью, он свидетельствует о том, что в системе образования и именно в части формирования духовно-нравственных ценностей у наших детей, у нашего подрастающего поколения мы переходим на совершенно иной качественный уровень. Уровень, когда наши дети могут ограничиваться не только при, вот в этом процессе формирования целостей традиционными формами работы, а могут использовать те формы работы, которые нам предоставляет именно взаимодействие с Русской православной церковью. Это тот богатейший культурный потенциал, который связан, конечно же, и с экскурсиями, осуществляемыми нашими коллегами, нашими братьями из Русской православной церкви. Это прежде всего, на мой взгляд, те встречи, которые мы можем осуществлять, уважаемый Владыка, с вашими коллегами, и которые мы на самом деле и раньше уже осуществляли, и, в общем, опыт этой работы показывал значимость ее. И мы видели, как откликались и дети наши, и педагоги наши, которые преподают курс «Основы религиозной культуры и светской этики», и, в частности, модуль «Основы православной культуры», они показывали, как значимо для нас вот это реальное сотрудничество. И я рассчитываю на то, что те основы взаимодействия, которые отражены в этом договоре, они нам могут помогать выходить на совершенно иной уровень нашего взаимодействия, взаимодействия взрослых людей, которые обязательно окажутся значимым для наших детей. Я не сомневаюсь в том, что наши детишки и их родители станут добрее, чище, умнее. То есть действительно будут более, наверное, добрыми людьми, более честными людьми, более мудрыми людьми, такими, какими хотят их видеть взрослые люди, их родители и, конечно, мои педагоги. Поэтому я хочу выразить всяческую благодарность уважаемому отец Магрика вам лично, вашим коллегам, которые готовили данную встречу, данное подписание, и выразить уверенность в том, что, конечно же, мы наверняка достигаем необходимых успехов в нашем взаимодействии. Спасибо большое. Уважаемая Ольга Николаевна, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня действительно, соглашусь с этим, замечательный, прекрасный день. Сегодня день, который относится к святого честного периода, то есть сейчас идут святые дни, это особые дни, и знаменательно, что эти святые дни у нас ознаменованы подписанием столь важного документа договора. Наконец-то в нашей школе появляются духовные, нравственные ориентиры. До этого много раз приходилось слышать и от детей, и от родителей, и от разных самых людей, которые имеют ли отношения к школе, не или имели отношения к школе, о том, что школа даёт образование, школа учит людей знанием, но не воспитывает людей. Долго был процесс, который был связан с предметом основы православной культуры. Наконец-то уже стали преподаваться основы православной культуры, а сейчас, сегодня мы подписали договор, и сотрудничество с департаментом образования приобретает уже такие прочные основы, которые будут определяться подписанным соглашением. Единственная цель, которой приседает русская православная церковь, это чтобы дети узнали историю своей культуры, поняли, чем руководствовались их деды, прадеды, и все русские люди в натяжении всей истории русского государства, чтобы дети стали лучше, потому что, если в советское время была задача сначала научить людей тому, что хорошо, а что такое плохо, то в последнее время такой задачи как бы не ставилось, не ставилось, и, конечно же, мы увидели, чему все это происходит. Слава Богу, что и государство, и системы образования понимают, осознают, что нужно людей не только учить о знании, но и воспитывать. Церковь рада побочь, рассказав и поддержав с учетом тысячелетнего опыта педагогики в России. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, прописанное сегодня соглашение – это логичное продолжение и надежная опора для дальнейшего сотрудничества. Это важно, особенно для нас, москвичей, которые живут в большом мегаполисе, в поликультурном мегаполисе, в котором буквально трудятся представители традициональности, конфессии, культурных традиций. А наше сегодня торжественное мероприятие продолжает торжественную часть, в которой перед вами выступят представители Центров творчества дополнительного образования Северного округа.